Биткоин или альткоины? Что купить? Что даст мне большую прибыль в будущем? Сегодня я поделюсь своими мыслями по этому вопросу. А если вы сможете их дополнить, пишите все в комментарии. Ставьте лайки или дизлайки, если согласны или не согласны с моими аргументами. Поехали. Сейчас биткоин все-таки сформировал ту самую пружину, что лично меня как инвестора очень волнует. Очень похоже, что это и есть дно, хотя многие мне пишут, что такая фигура обычно заканчивается пробитием вниз. Но я же оптимист. Одновременно с этим мы наблюдали взрыв альткоинов. Тот же риппл с его бешеным ростом и взрыв стеллар тоже незамеченным не был. Даже сегодня многие альткоины могут похвастаться просто нереальными процентами. Трон классик за неделю 2000 процентов. Не знал, что у трона есть классическая версия. Протинг почти 2800 за неделю. Растет как на протеине. Такая вот игра слов. Как видите, множество альткоинов за неделю выросли значительно. Очень хотелось бы сделать тысячи процентов за неделю, как эти монеты. И поэтому возникает вопрос, покупать биткоин или искать перспективные альткоины? Исходя из своего опыта, я понял, что биткоин должен занимать большую часть портфеля. Хотя я часто слышал и противоположные мнения, что инвестировать нужно вообще только в альткоины, потому что они дадут больше иксов. И кстати говоря, частично это правда. Вот я накидал несколько примеров. С 2017 года. Собственно, первая колонка это название криптовалюты. Вторая и третья это ее экстремумы. И последняя колонка, соответственно, прибыль. Как вы видите, прибыль от инвестиций в альткоины намного больше, чем от инвестиций в биткоин. Инвесторы сделали сотни и даже тысячи иксов на альткоинах в 2017 году. И это намного лучше, чем биткоин. Хотя стим, кстати говоря, от битка недалеко ушел. Конечно же, это пачка альткоинов из этой таблички. Всего лишь капля в море тысячи других. Их реально очень много и становится только больше. Сейчас насчитывается 234 монеты и токенов. А люди, оглядываясь на 2017, воспринимают те события, как руководство к действию. Но истина в том, что во внимание брать нужно не только 2017 год, а вообще всю историю. И если вы на нее взглянете, например, в осень 2013, что вы заметите? Вы увидите много горячих, много обещающих коинов, окруженные хайпом и заверениями в том, что все будет отлично. Посмотрите, что было в топ-10. Неймкоин, Новакоин, Праймкоин, Теракоин. Сейчас их в топ-10 и не увидишь. Чего не скажешь о биткоине, монета, что прошла сквозь множество падений и взлетов и до сих пор является первой криптовалютой. Я бы даже сказал, что это бренд. Да, биткоин это уже Apple в криптовалютном мире. Поэтому я считаю, что в топ-5 он и останется. Он уже проверен всем, чем только можно было проверить. А это значит, что биткоин это наиболее покупаемая, торгуемая и удерживаемая инвесторами монета. А в сети биткоина происходит наибольшее количество транзакций. И кстати говоря, тренд количества подтвержденных биткоин транзакций восходящий, как видно на этом графике. Их количество растет. Не нужно забывать и о том, что больше половины капитализации рынка занимает биткоин. Это тоже очень важный показатель. Помните, как биткоин упал с 30 долларов до 2? Тогда говорили, что он больше никогда не будет стоить 30 долларов. А когда он упал с 1000 долларов до 200, утверждали, что штуку баксов он уже никогда не осилит снова. Сегодня часто слышно аргумент, что биткоин больше никогда не достигнет 20 тысяч долларов. И я знаю, о чем вы сейчас думаете. Как было бы круто купить биткоин за 1000 долларов. Здесь купил, здесь продал. Жесть мармелад. Через пару лет люди станут жалеть, что не купили биткоин за 6000 баксов. А еще через пару лет после этого вы услышите, мол, почему я не брал биткоин за 20 тысяч? Почему я в этом уверен? Потому что по факту криптовалютный рынок все еще очень молод. И я думаю, что на протяжении следующих 5-10 лет мы увидим еще не одну такую волну. И чем больше этих волн будет, тем быстрее наступит потоп. Потоп новых денег на рынке. И теперь задумайтесь, куда в первую очередь пойдут эти деньги. Конечно же в биткоин. Когда новостные порталы говорят о криптовалюте, они упоминают биткоин. Когда магазины принимают криптовалюту, то это биткоин. Вот, например, новый айфон за биткоин можно купить. 26 сотых битка и будешь с новым айфоном ходить. Правда, зачем он нужен? Поэтому большую часть портфеля должен занимать биткоин. Это мой ответ на вопрос, покупать биткоин или альткоины. Потому что даже если биткоины сместится с первой строчки, то в любом случае он будет оставаться в топ-5. А не исчезнет, как многие другие криптовалюты. Уже сделали. Ди, я хочу купить много криптовалюты. Например, вакс. Половина цента за монетку. Я аж куплю миллион монет. А биткоина я даже целую монету не могу позволить. Оно-то так. Но я не могу с уверенностью предположить, что будет с вакс через 10 лет. Будет ли он вообще существовать? А вот биток будет. Ну, это мое мнение. А не финансовый совет, конечно же, как вы знаете. А если вам известно о какой-то криптовалюте, которая по-вашему является лучше биткоина для долгосрочной инвестиции, обязательно пишите об этом в комментариях. А меня зовут Богатейший Ди. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки и обязательно делитесь видео со своими друзьями. Скажите им, есть на ютубе Богатейший Ди? Подписывайтесь на него. Кстати, если ты не подписан, почему бы это не сделать? Это же абсолютно бесплатно. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок